Здравствуйте! Это Деньги за неделю. Программа о том, как заработать, потратить и выгодно инвестировать. Меня зовут Ирина Шипилова. Вместе разберемся в финансовых вопросах. Начнем с навязанной страховки. Как юридически грамотно избежать лишних трат? Продолжим долгами по зарплате и способом быстрого возврата денег. И если хакеры нанесли ущерб работе предприятия, что делать сотрудникам и как отвечать перед инспекциями и партнерами? Узнаем у эксперта. В Тюменской области растет просроченная задолженность граждан по кредитам. Но ситуацию не называют катастрофичной, ведь серьезно увеличился объем выдачи займов. Кредиты берут на крупные покупки. Объемы ипотеки в этом году выросли на 12%, автокредитование на 15%. Крупные банки показывают росты на 34% в этом сегменте. Число выданных кредитных карт увеличилось наполовину. При этом доля просроченной задолженности, когда жители региона уже не платят, составила 5,8%. Для сравнения цифра по России почти на треть больше. У бизнеса дела обстоят еще лучше. Доля плохих долгов 2,4%. Она не увеличилась. В стране 7%. Есть такой непременный нюанс в кредитовании, как страховка. Ее наличие или отсутствие порой существенно влияет на стоимость кредита. Со стороны банка логика ясна. Если заемщик, оформляя кредит, покупает страховку, он более надежен. В случае ЧП страховая вернет за него невыплаченный банку долг. Потому и ставку для него можно снизить. Но для заемщика, уверенного в своих силах и здоровье, страховка – это деньги, которые лучше бы он заплатил банку и быстрее рассчитался с долгами. Как грамотно избежать таких трат, узнаем у юриста Екатерины Браун. Екатерина, добрый день. Добрый. Часто ли ваши клиенты жалуются на навязанную страховку? Вообще, если мы будем смотреть споры о защите прав потребителей и вопросы, которые возникают у потребителей, самое большое количество связано именно с кредитными договорами, в том числе и в связи с навязанными договорами страхования. А это вообще нормальная с точки зрения закона практика, когда ты пришел за кредитом, а тебе предлагают еще один дополнительный продукт – страховку. Причем со страховкой ставка на 1-2, а то и больше процентов ниже. Эта практика говорит только об одном – о том, что свои финансовые риски банк перекладывает на своего потребителя, на своего клиента. Хотя, как у нас говорит гражданский кодекс, вся наша предпринимательская деятельность осуществляется на свой страх и риск. Ведь у нас действующим законодательством определенные категории, когда страхование обязательно – это полисы ОСАГО, обязательное страхование, и ипотечное страхование, ой, кредитование договора и ипотеки. Остальные – это добровольные, это на усмотрение потребителя. Вместе с тем банки сейчас пошли другим путем. Они предлагают, если вы страхуете жизнь и здоровье, например, либо если это автомобиль, еще и каска, то 1% ставка. Если вы не страхуетесь, то это повышенная, как правило, процентная ставка, которая совершенно намного отличается, совершенно невыгодная. Вместе с тем нам нужно понимать, для того, чтобы спорить с банком, спорить обоснованно и защищать свои интересы, тогда, когда случай предусматривает добровольное страхование, а не обязательное, нужно учитывать следующее. Обязательства по страхованию, тогда, когда оно является добровольным, возникают из условий кредитного договора. Реализуя право отказа от страхования, направленное в адрес страховой компании, Дальнейшие действия, в случае, если от банка придет уведомление о том, что изменился размер ежемесячного платежа, и ссылка на пункт договора, устанавливающий изменение этой процентной ставки, необходимо уже обращаться в суд с заявлением о признании именно этого пункта договора недействительным. Но по закону у нас есть так называемый период охлаждения. Как пользоваться этой возможностью? Когда кредитный менеджер, либо сотрудник банка, недвусмысленно намекает, либо прямо говорит о том, что отказаться от страховки невозможно, это повлияет на решение о выдаче непосредственно самого кредита, либо о передаче товара какого-то приобретенного в кредит, то законодатель предусмотрел период так называемого охлаждения. Это пятидневный срок, в течение которого потребители вправе отказаться от договора страхования. Единственное, что нужно помнить, что есть определенный порядок реализации своего права. Во-первых, как уже было сказано, это пятидневный срок, он должен быть обязательно соблюден. В случае, если страховая компания не находится в городе, там, где был взят кредит, потребителю необходимо направить письмо с описью вложения в адрес страховой компании. Время, которое будет занимать пересылка почтовой связью, оно не включается в этот пятидневный срок. Срок будет исчисляться согласно почтовому штемпелю на дату отправки. Дальше, когда мы описываем вложение, нам обязательно нужно указать, что мы вкладываем туда полис, если он нам выдан, оригинал полиса, потому что при расторжении договора мы обязаны страховой компании вернуть полученное. Копию договора и, собственно, само заявление само по себе. Некоторые страховые компании в ответе потребителю просят, ссылаясь на порядок проведения операций денежных, еще дополнительно направить в адрес страховой компании копию паспорта. То есть можно изначально его приложить сразу же. В дальнейшем мы ожидаем, кроме того, в это заявление обязательно включить банковские реквизиты. Здесь нужно быть очень внимательным, потому что денежные средства, которые были уже потрачены, которые были направлены банком в адрес страховой компании, могут быть возвращены как на расчетный счет банка, в котором был взят кредит, так и на иной расчетный счет. Законодатель нам совершенно не запрещает этого делать. Если заемщик выплачивает кредит досрочно и хочет вернуть часть неиспользованной страховки, почему все-таки страховщики редко идут на это? В настоящее время практика по всей Российской Федерации очень противоречива. Например, в Тюменской области эта практика отрицательная. Суды считают условия согласованным, соответствующим законодательству и о защите прав потребителей и соответствующим закону о потребительском кредите займе. Поэтому в любом случае бороться за свои права, защищать их нужно. Реализовывать право обращения в суд нужно. У нас есть не только суды в городе Тюмени. Есть у нас и апелляционные инстанции, и касационные инстанции. Есть, в конце концов, Верховный суд. Точно так же, как и в случае изменения плавающей этой ставки, возврат части в каких-то регионах возвращается, и судами требования не удовлетворяется. В каких-то нет. Опять же, наша Тюменская область является тем регионом, который отрицательно на это смотрит, прямо реализуя положение гражданского кодекса, в котором написано о том, что остаток не возвращается. Спасибо вам большое. Росстат на неделе опубликовал последние данные о задолженности по зарплатам. В стране цифра выросла за последний месяц на 7,7%. Общая сумма невыплаченного сотрудникам долга в России составила 3,455,000,000 рублей. За месяц показатель вырос на 248,000,000 рублей. Львиная доля этой суммы, 98%, сформировалась по причине отсутствия денег у работодателя. Однако такие долги – это менее 1% от всего месячного фонда заработной платы в стране, уточняет Росстат. Тем временем в Тюменскую прокуратуру на неделе по факту невыплаты зарплаты обратились сотрудники Банка Югра. Как установлена проверка, невыплата зарплаты действительно была за июль 2017 года перед 300 работниками. В настоящий момент вся задолженность полностью погашена, но несмотря на это проверка продолжается. А если деньги со счетов компании исчезли из-за хакеров, такой бывает, или ущерб из-за кибератак вылился в нарушение сроков поставок и штрафные санкции. Что делать и как оправдаться перед сотрудниками, инспекциями и партнерами, расскажет директор Центра независимой экспертизы Жанна Нохрина. Проблема очень велика. Люди, когда столкнулись с этой проблемой, раньше ведь такого не было, или может быть это было, но как-то на это внимание не обращали и в таком масштабе не было этой проблемы. Когда проблема возникла, к нам обратились в июне, мы тогда поняли, что нужно людям срочно помогать. Особенно, конечно, предприятиям, производящим какую-то продукцию, потому что они с этим, конечно, связаны со сроками поставки. По большому счету, в тех договорных отношениях, которые у них есть, как кибератака, она не прописана, как форс-мажорное обстоятельство, но потому что, видимо, в таком масштабе никогда и не было. Мы решили, что нужно помогать срочно. Каким образом это помогать? Здесь может помочь только комплексная экспертиза. Это экспертиза наших специалистов по компьютерной технике. Они дают техническое свое обоснованное заключение о причинах выхода из строя серверов, о причинах выхода из строя самих компьютеров, и исчезновения той информации, которая на этих компьютерах имеется. Затем, самое главное на тот момент, зафиксировать. Затем, это компьютерная экспертиза. А здесь может быть еще проводиться правовая экспертиза, то есть комплексная. Когда компьютерщики зафиксировали факт того, что действительно хакерская атака, не зависящая от действий пользователей этих компьютеров, то тогда наши юристы могут на основании исследования тех контрактов, договорных отношений и еще чего-то, уже определить, допустим, грамотное заключение, заключение дать, что оно может привести или оно привело к нарушению тех договорных отношений, и что здесь вины поставщика нет. В зависимости от того, какие, насколько, такие доброжелательные, насколько длительные отношения между потребителем и поставщиком, они могут принять это наше заключение без, конечно, судебных разбирательств. Если у них налажены эти отношения, и они действительно уже длительное время работают. И поставщики не нарушали никогда, допустим, какие-то там условия согласно контракту. Если же этого не происходит, то, конечно, здесь можно все решать в суде. И судебное решение, оно, конечно, является обязательным для исполнения и любых, даже органов, каких органов власти, и налоговой инспекции, или, допустим, вовремя, у нас же у всех фирм, конечно же, программа 1С там, да, стоит, налоги мы платим. Вот. Если мы вовремя не платили, там, к нам применяются штрафные санкции, мы можем смело это заключение им предоставить. Если они не соглашаются, мы пойти в суд и судиться с ними, что здесь не наша вина, мы не могли это сделать раньше. 1 сентября. Неминуемо во всех школах страны. Собрать к этому дню ученика удовольствие не из дешевых. Разберемся с нужными и ненужными школьными тратами в следующей программе. Увидеть эту и все предыдущие выпуски вы можете на нашем канале Тьюмин Тайм в Ютубе. На этом все. Увидимся через неделю по это же время. Редактор субтитров А.Семкин